Уже с понедельника школьники Ульяновской области уйдут на запланированные каникулы. С этого года школы региона перешли на триместровый режим обучения. Такой переход был согласован с рядом специалистов. Учитывалось мнение психологов, физиологов, педагогов и методистов. Мы надеемся и верим, что вот это каникулярное время, оно позволит разорвать некие цепочки в общении, исключить все-таки массовость, потому что часть деток, например, в городе Димитровграде пользуются транспортом общественным и имеют карточки. Вот на время каникул карточки будут заблокированы. Будут введены и другие ограничительные меры для снижения риска заболеваемости. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, смогут посещать торгово-развлекательные центры только в присутствии родителей или законных представителей. Несмотря на это, детям будет чем заняться в домашних условиях. На время каникул для школьников запланирована программа по саморазвитию и проведению досуга. Для детей в режиме онлайн будет организовано большое количество конкурсов, как федерального, так и регионального уровня. Опыт у нас такой уже есть. С весны мы запускали свои проекты, наиболее яркими проектами для этих проекта российского движения школьников. Интересный проект «Большая перемена», он достаточно известен на слуху. Сами дети заинтересованы в данных проектах. Только на конкурс «Большая перемена» весной во время самоизоляции около трёх тысяч школьников подали заявки на участие. Четверо детей из Ульяновской области оказались победителями проекта. Работа секций дополнительного образования также будет скорректирована. Задача у нас одна, опять же, исключить контакты. Но дополнительное образование возможно в дистанционном формате, и это будет проводиться. И дополнительное образование возможно в очном формате для малых групп до восьми человек. Важным аспектом в организации дистанционной программы для школьников является наличие персонального компьютера и интернета. В случае отсутствия дома данных технических средств в школах города активно ведётся практика передачи компьютера на дом. За лето было приобретено порядка четырёх тысяч компьютеров. К 2021 году в полной мере скоростным интернетом будут обеспечены все дома Ульяновской области. Регион полностью готов к дистанционному режиму обучения. Однако, по словам министра, ничто не заменит классического образования. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова